В Спасском соборе Спас Андронникова монастыря Москвы совершили панихиду по первому директору Центрального музея Древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева Давиду Ильичу Росинишвили. В этом году исполняется 115 лет со дня рождения и 55 лет со дня его смерти. По окончании богослужения состоялись научные чтения «Россия, Грузия, Христианский Восток», а мероприятие, посвященное духовным и культурным связям двух стран, в материале Галины Редвиной. В Центральном музее Андрея Рублева научные чтения проводятся уже шесть лет и посвящены памяти его первого директора Давида Ильича Росинишвили. Именно ему не только Москва, но и вся Россия обязана самим существованием на территории Спаса Андронникова монастыря, знаменитого на весь мир, музея Рублева. Он боролся за каждую пять обители, за собор, за древний некрополь. Грузин по национальности принял близко к сердцу задачу спасения рассеянных временем сокровищ древнерусской культуры. Он понял, что надо спасти это место. Он уже там в Грузии спасал храмы древние. Здесь преодолел все препятствия, все препоны, дошел до ЦК партии, до самых высот тогдашней власти, атеистической. Всех убедил, собрал ученых. То есть, Лихачев, Рыбаков пришли сюда. Это его инициатива. В Спасском соборе совершили панихиду в память о Давиде Арсенишвиле. В богослужении принимал участие его внучатый племянник, митрополит Ахалкалакский Николай. Затем открылись научные чтения. И это не только способ почтить память организатора музея. Чтения объединяют ученых-искусствоведов, историков, церковных деятелей, которые занимаются изучением культуры и искусства православных народов, русских и грузин. Мы две страны и два народа. Но вообще-то мы один народ, мы православные. И сейчас особенно, в последние времена, они становятся все как-то беспокойнее и беспокойнее. И как будто враг человеческий прямо, так сказать, направил свое войско, чтобы разделить церковь и разделить народы православные. Я думаю, что мы не должны противостоять чему-то. Мы должны, наоборот, утверждаться в правильности, так сказать. И мы должны проповедовать, и мы должны показывать нашу любовь. С этого года научная конференция закрепила свое название «Россия, Грузия, Христианский Восток». На чтениях обсудили многие темы. История создания музея имени Андрея Рублева. В программе доклады, посвященные грузинской чудотворной иконе Богоматери, святой Нине, просветительницы Грузии, росписям грузинских храмов, бытованию русских икон в Грузии. Россия и Грузия исторической жизнью связаны с христианским Востоком. И эти связы неминуемо возникают при изучении двух наших культур. И завтрашний второй день конференции, чистый искусствоведческий, на котором будут подниматься вопросы изучения, сохранения памятников церковной культуры России и Грузии. У нас будут доклады, посвященные памятникам Афона, Иверского монастыря, Крестного монастыря в Иерусалиме. Доклады, посвященные памятникам грузинского искусства, прежде всего, в Ардии. Митрополит Ихалкалакский, Кумурдойский Николай выступил с докладом об истории грузинской епархии Кари. Нателла Вачнадзе, автор книги Арсенишвили, эскизы к творческому портрету, посвятила выступление Иверскому монастырю на Афоне. Все, с чем выступали участники, касалось духовных и культурных связей России и Грузии.